Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры! 6 февраля Православная Церковь отмечает День памяти такой святой, как Ксения Петербургская Блаженная. Известно, что родилась она между 1719 и 1730 годами, точной даты нет. О ее матери сведений мало и практически неизвестно. Известно, что отец ее носил имя Григории, поэтому Ксения Григорьевна. Была она в благочестивой семье. По достижению совершеннолетия вышла замуж за певца. Но прожила она в семейном браке недолго и рано овдовило. В 26 лет ее мужа внезапно не стало. Не могла поверить она в то, что муж ее умер. И всем говорила, что муж ее не умер, что он жив. С тех пор она решила взять на себя подвиг Христа ради ее родства. И в день похорон мужа всем говорила, что муж ее жив. И надела его одежды. Муж у нее был военным. Надев его одежды, она всем говорила, что муж ее жив. Что он не оставил ее. Многие люди подумали, что она сошла с ума. После смерти своего мужа она раздала все имение, которое досталось ей по наследству от мужа. Родственники мужа уговаривали о том, чтобы она не раздавала все свое имение. И даже говорили о том, что она не в себе. Но поговорившись с ней, люди действительно удостоверились, что она в полном рассудке и здравии. И что действительно она вправе распоряжаться тем, что оставил ей муж. Известно точно так же, что пропадала она по ночам в поле. И не просто в поле, а пропадала она в поле в молитве. Люди не понимали этого и удивлялись. Очень долго они не могли понять, ради чего она отказалась. Господь наградил ее даром прозорливости. Многие люди обращались к ней за советом. И она им помогала. Было так же известно, что приходя в некую лавку и взяв какую-то мелочь, это сулило хорошую торговлю тому лавочнику. Помогала она, известно так же, что и по ночам в строящемся храме на кладбище носила кирпичи на леса. Строители долго не могли понять, кто же чудным образом переносит эти кирпичи на высоту, чтобы они утром могли прийти и начинать день сразу с кладки. Этим занималась блаженная Ксения. Знаем точно так же, что такой случай, который говорил о том, что она действительно избранник Божий. Женщине, которой она завещала свой дом, она однажды пришла и сказала, что иди быстрее на кладбище, там найдешь ты своего сына. Женщина, перепугавшись, не поняла, какого же сына она там найдет. Но, подходя к кладбищу, она увидела, что женщину сбила карета или лошадь. Женщина была беременна, и перед смертью женщина успела разрешиться. Тем самым на руках остался младенец. Женщина искала всячески отца той погибшей матери, но не нашла. С тех пор эта женщина обрела не просто для себя ребенка, а на самом деле настоящего сына. Многие люди не понимали того, как она относится к другим. Многие мальчишки дразнили ее, многие не обращали на это внимания. Лишь с той поры, когда люди действительно поняли, что она не просто изображает больную, а несет подвиг Христа ради ее родства, начали оберегать ее всячески от таких хулиганов. Церковь чтит святую и молится ей, и просит о многих вещах, в том числе и о том, чтобы Господь помог с жильем, с работой. И действительно, по слову угодницы Божьей, Господь по нашим молитвам дает нам это. Добрый день, дорогие братья и сестры. 7 февраля церковь отмечает день святителя Григория Богослова. Известно, что он был рожден от отца Иллина и матери христианки Нонны. Известно также, что по молитвам его матери она молилась Господу и говорила, что если родится сын, просила у Господа сына, то она посвятит его служению Богу. Так и случилось. Господь послал ей сына. Отец его был епископом, тоже Григорием. Мальчик с детства отличался тем, что умел хорошо разговаривать и красноречием. Известно также, что по школе вместе они учились с Василием Великим и пересекались потом по жизни не раз. Святой, окончив школу, для того, чтобы продолжить образование, путь его пролегал по морской глади. И в течение 12 дней к месту своего обучения, плыв по морю, был сильный шторм. Святитель в то время молился о том, чтобы вода буйная не забрала его, чтобы у него была возможность принять святое крещение. Так он молился. И так действительно, по достижению 30-летнего возраста, он принял крещение, был рукоположен в сан священника и занимался тем, что осуждал ереси. Был в его практике и такой нелегкий случай, когда ему пришлось объясняться с паствой его отца, который по своему незнанию принял двойственное решение. Когда святитель Григорий разъяснил то, что было недосказано или недопонято пастве между его отцом и паствой, действительно произошло чудо. Люди действительно поняли, что хотел сказать на тот момент епископ. Времена были такие, что люди действительно боролись не просто словом, люди прибегали к тому, что брали в руки камни. И вот в одно из своих служений по долгу службы ему приходилось бороться с ересями. Прибежали как-то люди во время службы и начали кидать камни. Одного из епископов убили насмерть, его ранили. Но святитель Григорий Богослов был склада кроткого и понимал, что все это промыслительно, что с людьми нужно в первую очередь говорить и объяснять людям, что не дело браться за камни и решать проблему камнями. И действительно, многие святые отцы, и отцы не зря считают его вселенским учителем, потому что он очень много написал трудов, сочинений, книг написал, посвятивших именно Богу, именно борьбе с ересями. И святитель Василий Великий нередко упоминал о том, что у него есть друг, с которым они пересекались сначала в школе, потом в других учебных заведениях, ставил всегда его в пример. Господь дал ему дар красноречия, дар убеждения, дар рассуждения. Благодаря этому святителю мы имеем его великие труды, по которым действительно учатся во многих учебных заведениях, где мы действительно познаем сущность Бога, где мы понимаем, в каких местах люди отступали от Бога, как появлялись и зарождались ереси. По молитвам святителя действительно происходят чудеса. И всякий раз, когда мы вспоминаем святителя, мы молимся ему, и уповаем на то, что действительно он не оставит нас без своего покровительства, без своего покрова, а то, что он действительно вразумит нас не вкатиться ни в какую ересть, не впасть ни в какое лишнее искушение. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении первого светского высшего учебного заведения в нашем Отечестве – императорского российского университета. Покровительницей российского студенчества является римская мученица III века святая Татьяна. Воспитанная родителями в вере, святая Дева решила посвятить свою жизнь Христу. Впоследствии за свои добродетели и труды она была возведена в Сан-Диаконисы. Диакония по-гречески означает служение, но выражаясь языком сегодняшним, она возглавляла социальное служение среди римских женщин. И вот эта особенность жизни, жития святой мученицы Татьяны, она чрезвычайно важна. Для чего профессора, преподаватели, педагоги употребляют столько сил и энергии, чтобы передать знания своим студентам. Для чего студенты несколько лет обучаются в учебных заведениях, впитывая эти знания. Конечно, для того, чтобы потом, получив эти знания, служить Отечеству и людям. В III веке периодически возобновлялись гонения на христиан. В те времена, в 226 году, пострадала и Татьяна. После продолжительных мучений и истязаний, эта целомудренная и скромная дева, которая посвятила себе служению Богу и народу, была убита язычниками. Когда мы трудимся, учимся, преподаватель ли, студент ли, внимание свое уделяет учебе. Это тоже определенная жертва. И жертва немалая. И вот главное, чтобы в этот праздник, в День мученц Татьяны, всякое восприятие реальности и педагога, и студента было через любовь ко Христу. В День памяти мученицы Татьяны, митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, в градосимбирском Вознесенском соборе города Ульяновска совершил божественную литургию, а затем и молебен святой мученицы Татьяне. Святая мученица Татьяна, моли Бога! Помолиться святой о помощи в деле просвещения собрались студенты, преподаватели, сестры Милосердия, учащиеся медицинского колледжа Ульяновского госуниверситета, ректоры ведущих вузов Ульяновской области. Есть замечательные слова, которые я услышал от нашего патриарха о том, что человек образованный, но невоспитанный, подобен безумцу с мечом. Вот наша работа совместная с церковью как раз направлена на то, чтобы мы студентов, молодых ребят воспитывали, не только образовывали, чтобы они ощущали себя гражданами этой страны, чтобы они понимали, что такое белое, что такое черное, что добро, что зло. И чтобы они выбирали свою дорогу осознанно, жизнью, чтобы они отдавали себя действительно, как Владыка сегодня сказал, служению. По окончании молебна Владыка-метрополит поздравил всех с празднованием Дня студента и святой мученицы Татьяны и в знак признательности за многолетнюю плодотворную деятельность по формированию духовно-нравственных ценностей в студенческой среде наградил архиерейскими грамотами ряд сотрудников вузов Ульяновской области. В свою очередь, ректоры вузов смогли обратиться ко всем собравшимся. Много добрых и правильных слов прозвучало в храме в этот праздник. Быть студентом и быть преподавателем – это действительно служение и наша высокая задача. И характерно, что мы начинаем наш праздник здесь, в храме. Многим известна фраза «студент – это состояние души». И действительно, этот праздник принято считать всеобщим, ведь кто был студентом, знает, что базовые познания и умения, которые приобретаются в студенчестве, идут с человеком бок о бок всю жизнь. В том году я закончила сестричество, сейчас я опять обучаюсь, обучаюсь в другой школе, изучаю биохимию. Я считаю, что состояние студенчества – это состояние до конца жизни. Оно какой-то дает такой стимул к жизни, радость и стремление. Наталья Шуплецова, Владислав Ролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам приходит очень много вопросов. И вот один из таких вопросов. Стоит ли исповедовать такие незначительные грехи, как поругалась в маршрутке, ответив на хамство, рассердилась на дочку, подмела пол в православный праздник? И дальше спрашивают, что не видит смысла загружать батюшку такой ерундой на исповеди и не испытывает чувство вины и раскаивания вот в этих вот грехах. Дело в том, что, дорогие мои, нету так называемых незначительных грехов. О том, что перечисляется в этом вопросе, это как раз и есть проявление наших с вами более, может быть, крупных таких грехов, как называемых, страсти. Это страсть гордости. Что такое раздражение? Раздражение — это проявление нашей с вами гордости. Не так все сделано, не так все, и все опять не по-нашему. Поэтому уборка в доме во время православного праздника подмела в доме. Вроде бы незначительное событие, но можно же это сделать за день или после этого праздника. Мы же не можем или не живем в глухой деревне, правильно? Когда прям ветер свищет, пылища кругом одна и так далее. Потому что православный праздник нужно проводить в храме Божьем. И не бойтесь, батюшко, на исповеди, как его говорят, незначительными грехами отвлекать. Дело в том, что грехи есть крупные, а есть мелкие. И вот эти мелкие грехи, они как песок речной сыпятся в мешок. И мы целую всю свою жизнь будем с этим мешком и ходить. Просто не нужно рассказывать все. Нужно сказать, что было раздражение, была злоба, непочитание или нехождение в храм Божий во время праздников по лености, по нерадению. И такие грехи исповедовать не то, что надо их. Обязательно надо исповедовать все свои грехи, все наши с вами движения души и тела. Добрый день, дорогие братья и сестры. В редакцию нашей программы приходит много вопросов. Один из них звучит так. Что означают евангельские слова? Не бросайте святыню псам, чтобы они... Не мечите бисер перед свиньками, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. И действительно, это евангельское выражение – не мечите бисер, то есть жемчуг перед свиньками – оно стало широко известно и вошло даже в пословицы и поговорки. Оно звучит, с одной стороны, несколько пренебрежительно, потому что под словом бисер обозначает некие премудрые слова, некие истины и ценности, которые один человек хочет рассказать и передать своему собеседнику. Но, к сожалению, не все наши слова и не все наши речи принимаются нашими оппонентами и собеседниками. Некоторые, на самом деле, добрые и правильные слова вызывают у наших собеседников озлобление, раздражение, неприятие и даже желание каким-то образом защититься от них. Может быть, напав на говорящего эти слова, его как-нибудь агрессивно прогнав или иначе заставив его замолчать. То есть это евангельское выражение, оно, с одной стороны, рассказывает о реальных событиях и условиях благовествования Христова, об условиях реальной проповеди христианской истины, с которыми встречались апостолы и проповедники, ветхозаветные, новозаветные времена, и встречаются и до сих пор, потому что многие люди на самом деле не могут принять истины веры. Вопрос в следующем. Можем ли мы назвать этих людей свиньями? Можем ли мы считать, что мы не должны говорить какие-то добрые слова окружающим нашим людям, идейным противникам или нашим противникам по вере, мировоззрению и убеждениям, и называть их собаками, и говорить, что вы недостойны такой святыни? Наверное, это не так. Наверное, Спаситель просто предупреждал своих учеников о том, что иногда проповедь вести среди каких-то людей совершенно бесполезна, потому что любое доброе слово будет криво истолковано, любое доброе слово будет извращено, любое правильное слово будет воспринято в каком-то искаженном и дурном свете. И поэтому те святыни, которые для нас дороги, имя Божие, имя Богородицы и святых, слова молитв, слова Священного Писания, конечно, лучше произносить в кругу единомышленников, в кругу тех людей, которые примут их с пониманием, которые захотят вместить их в свою душу и отнестись к ним с уважением. А всем прочим нужно говорить так, как говорил Господь своим учеником, отправляя их на проповеди. Он говорил, войдя в дом, скажите, мир вам, и если будет в этом доме сын мира, то мир ваш на нем почеет. А если будет в этом доме сын погибели, то мир ваш к вам возвратится. А вы, обратившись от него, скажите, даже и пыль вашу отрисаю с ног своих, чтобы ничего вашего не прилипло ко мне, и идите в другой дом. Наверное, не всем и не всегда нужно вести проповедь христианской истины. И именно об этом евангельские слова о том, что в святыню не надо бросать с псам, а бисер не нужно метать перед свиньями. Я хочу зачитать вопрос, который пришел в нашу редакцию. Звучит он так. «Знаю, что в роду у меня были знахари и гадалки, не то чтобы колдуны и ведьмы, наоборот, те, кто помогал людям, лечил заговорами, снимал порчу. С церковной точки зрения это все равно страшный грех. Я стараюсь жить по-христиански, и этот факт меня тревожит. Можно ли мне молиться за своих предков и как правильно это делать? Скажите, не скажется ли это на судьбе и душевном здоровье детей, внуков и потомков? Действительно вопрос очень серьезный и важный. Кто оказывает духовную помощь людям? Если мы знаем святых целителей, например, таких как Косьмай Дамиан или святой великомучник и целитель Пантелеимон, мы знаем, что они исцеляли болезни человеческие, болезни телесные при помощи молитвы, потому что мы знаем, что тело поддерживается душой, а душа питается духом. И поврежденность телесная, она не может быть исцелена, излечена, если повреждена душа, и если дух не обращен к небу, а обращен к земле, к вещам временным, суетным и погибельным. К сожалению, многие люди обращают свое внимание и свои какие-то надежды не на Творца неба и земли Господа Бога, Святых и Богородицу, а обращают свое внимание на те силы поднебесные, духовные, которые также створены Богом, но которые не являются друзьями Божьими. Я говорю о падших духах и бесах. Многие колдуны, многие маги, многие заклинатели, жрецы обращают свои усилия и свои молитвы к этим падшим духам и получают отклик на свои молитвы и священное действие. Падшие духи приходят к ним и как-то участвуют в их жизни и в жизни тех людей, к кому они их привлекают. Но, к сожалению, общение с этими падшими духами никогда не бывает спасительным. Даже если человек при этом получает облегчение телесных болезней, то он обязательно получит некое внутреннее душевное или духовное повреждение, его вера ослабнет, он получит какие-либо страсти, его отношения с ближними ухудшатся. И таким образом общий результат контакта с падшими духами всегда будет отрицательный. Поэтому я призываю всех вас никогда не обращаться к подобным целителям, которые называют себя даже добрыми колдунами, добрыми волшебницами, которые говорят, что они снимают порчу, облегчают телесные страдания и улучшают состояние человека. Я думаю, что они сами не ведают, что творят в лучшем случае. А в худшем случае они знают, что происходит, но при этом они, к сожалению, все равно жертвуют своими пациентами ради того, что общение с падшими духами стало для них самой главной ценностью и самой важной задачей в жизни. Можно ли за них молиться? Конечно, можно, потому что человек может молиться за всех, может молиться за своих согрешающих или праведных собратьев-христиан, может молиться за инославных или иноверных друзей и родственников, может молиться за языкников и безбожников. Здесь есть только одно условие. Православная церковь молится только за людей крещеных. Если они живы, то они должны быть в мире с церковью. Или если они не совсем в мире, то мы говорим о них, что они, братья наши, заблудшие. А если они уже умерли, то они должны умереть в мире с церковью. Если они когда-то крестились, а потом отвергли свою веру и стали иноверными, инославными язычниками, или даже колдунами, или сатанистами, то, конечно, за таких людей в церкви молиться невозможно. Такие молитвы церковь не может в своих стенах направлять к небесам. Но любые молитвы могут произноситься до ума, потому что наша келья, как говорится в христианской поговорке, устава не имеет. И дома мы молимся обо всех. О всех своих добрых и злых, успешных и неуспешных, здоровых и больных, верующих и не очень, родственников, друзьях и знакомых, о ком просит помолиться наше любящее сердце. Субтитры создавал DimaTorzok